Все три дня на морвокзале сервер проводил для своих гостей различные мастер-классы. Их участники учились делать объемные открытки, расписывали посуду, а напоследок оставили рисунки, выполненные в технике Эбру. Это искусство рисования на воде. Это снятие с поверхности воды определенного рисунка. В этом случае могут быть использованы разные краски. Оно получается более ярким, оно не похоже на какой-нибудь материал. Это просто красивые разводы, какие-то декоративные композиции, цветы, бабочки и все круче. Техника Эбру, рассказывают в сервере, позволяет переносить рисунок на бумагу после того, как он исполнен на воде. Итог получается уникальным и неповторимым. Я совершенно не умею рисовать. Смогу ли я эту технику вообще освоить? Во-первых, нужно попробовать это однозначно и сделать для себя вывод. А во-вторых, это получается у всех абсолютно, вне зависимости от образования и умения держать карандаш в руках. Давайте попробуем. Пару капель краски, несколько советов от преподавателя сервера и через 5-10 минут рисунок готов. Как для первого раза, понятно, не идеальный рисунок, но, по-моему, для человека, который первый раз взял в руки кисточку, очень даже ничего. Методика Эбру лишь толика того, что студенты осваивают за годы учебы в сервере. Колледж выпускает профессиональных дизайнеров и программистов. Обучение занимает 4 года, после чего ребята могут либо продолжать обучение в университетах, либо сразу идти работать. Наши ребята очень много, помимо того, что сам дизайн интерьера или графический изучают, они рисунок, они умеют рисовать, они живописью занимаются, они занимаются ручным прикладным искусством. То есть они могут и расписать ткань, они могут и расписать посуду, сделать витражи, ну и огромное количество компьютерных дисциплин, которые позволяют все это делать на компьютере. Колоссальный опыт, знания, квалификации в том числе. База у нас замечательная, мне вообще все нравится, ну то есть все спецпредметы, у нас их очень много достаточно, то есть и все дают огромный уровень опыта, который применяется везде. Помогали проводить мастер-классы в этот день и выпускники сервера. Ребята вспоминают свое время, пришли в стены этого учебного заведения, не умея практически ничего. Сегодня они профессионалы своего дела. Я туда решила поступать, потому что я когда туда пришла, я увидела множество интересных работ, мне было, ну я не представляла вообще, как это все делается, вот, и мне стало интересно все-таки, как у меня это получится, поэтому я решила туда поступать, именно вот из-за первых впечатлений. Много интересных заданий, там дизайнерских, что-то создаем, ну из подручных материалов, вот, ну необычно, такой интересненький. Если человек творческий, то это место как раз для него. Колледж сервер готовит не только дипломированных, высококвалифицированных специалистов. Сюда на курсы могут приходить люди разных возрастов и профессий, чтобы, к примеру, исполнить свою заветную мечту и научиться рисовать, рукодельничать или просто освоить компьютер.